Всем привет! Меня зовут Арига Чю, и вы на канале Арига Чю Вару До. Сегодня одно из максимально спонтанных видео, и почему я выгляжу в начале видео так, потому что я хочу максимальный мейк-овер, так как я собираюсь покрасить волосы в стиле Дирай Кейн. Вы уже должны видеть это в заголовке, в обложке и так далее, поэтому для вас это никак не сюрприз. Я купила краску, купила осветляющий порошок, окислитель, краски. Сейчас я вам покажу все. Вот мой порошочек, вот мой окислитель. Я не знаю, почему я купила 6%, а не 3%, видимо, решила попрощаться с волосами. И две краски, черная и розовая. Я хочу сделать окрашивание как типичный у девшек Дирай Кейн, то есть нижнюю часть волос я хочу сначала осветлить и покрасить потом в розовый, а верхнюю часть челку я все покрашу в черный. Я давно уже не красилась черной, и мне наконец-то это захотелось. Я достаточно часто окрашусь черной, и он у меня быстро смывается. Вот такая история, поэтому я не боюсь краситься в черное. Даже бытовые красители из моих волос вымываются. И если у вас есть какие-то комментарии по поводу окрашивания, как и что делать, я никак с этим не связана. Я обычно окрашусь бытовыми красителями, как бы, поэтому я послушаю советы, но более приятной мягкой форме, чтобы я не плакала там и все такое. Хотя можете и в плохой, господи, я не буду плакать. Ну, давайте начнем. Вместе с краской я почему-то не заказала нормальную миску для краски, поэтому будем пользоваться тарелочкой в поисках Немо. Это даже не моя тарелка, она была тут в этом доме, поэтому я использую ее для окрашивания. Я знаю то, что нельзя в металле, он окислится, это логично, а в стекло, керамика вроде бы нормально вместе с пластиком. И у меня есть кухонные весы, так что все будет точно. На глаз это дело такое, как и в кулинарии, особенно в бессертах, я всегда все делаю строго по граммам. Для начала давайте я переоденусь в то, что мне не жалко. Как вам? Ладно, это мне тоже жалко, сейчас переоденусь нормально. Ну вот теперь действительно то, что мне не жалко, и идем уже в ванну краситься. Сначала я осветлю нижнюю часть, высушу, и потом уже нанесу обе краски. Не знаю, как мне получится сделать это самой, но тут в принципе не важно, будет ровно или нет у самих корней, никто же не увидит, я надеюсь. Если вы думаете, что я убью свои волосы до конца, да может вы правы. Но если честно, после океана, соли и тех шампуней, войдя марш, там были, мои волосы выглядят чуть похуже, чем обычно. Сейчас нужно сделать ровный пробор. Так вот. Не знаю, где-то сделаю, но попробую. Хочу где-нибудь вот побором, чтобы вот такой был свой, наверное. Это, наверное, мой эверес. Я знаю, что не очень, но... Как бы было проще, если бы я кого-то попросила это сделать, поехала бы кому-нибудь покраситься. Но все сама, все сама. Ну что, теперь мешаем осветлитель и наносим. Я не знаю, сколько на это количество волос нужно всего, но вот такая тарелочка у меня намешалась. Сейчас надену перчатки и буду наносить. Страшно. Там написано, что сначала нанесите отступ по 1-2 сантиметра и потом уже фигачите корни. Давайте. Сейчас думаю, все, кто хоть как-то работает с волосами, уже снулись, выдохнули и закрыли видео. Кисточка для слабаков. Когда работают профессионалы, кажется, все так просто, как раскраску фломастера у нас красить. Когда наносишь, как-то все не так получается. Будет смешно, если ничего не возьмется, тогда я просто все буду в черный краситься и все. Мыть я, кстати, буду прям так с этим хвостиком, чтобы не делить волосы заново. Ну что я нанесла? Так, вы видите, кофта. Сзади было, конечно, довольно сложно с помощью зеркала это прокрашивать. У меня мозг немножко свихнулся, потому что зеркало уже все отзеркалено. И ты... Я приноровилась. Надеюсь, что когда буду красить уже дальше волосы, то это не будет проблемой. Вот так это выглядит. Вроде бы не смертельно. Оставила пока таймер на 20 минут. Посмотрю, что будет. Если меня устроит, то уже смою. Если нет, то еще, может, минут 10 добавлю. Дольше сидеть не хочу. Хотя она отписана до 50 минут, но нет. Я не буду сидеть 50 минут на 6% оксида. Надо было брать тройку и сидеть хоть в бесконечность. Ну, кстати, я использовала 40 грамм порошка и получается 80 грамм окислителя, оксида. Мне хватило, мне кажется, в самое оно, чтобы таким достаточно жирненьким слоем нанести, чтобы я была спокойна, чтобы я все захватила. Прошло 20 минут. Уже видно, что немножко осветлилось. Даже не немножко, а прилично осветлилось. Я не знаю, будет ли результат лучше. Но еще 10 минут, наверное, я все-таки поставлю. Пока прошло только 20. Вот такие у меня корни сейчас. Вообще, ощущение нарцисса Малфой. Малфой или как-то. Ну, все, полчаса прошло. Я хочу уже смыть. Дальше мне как-то страшновато держать. Ну что, они осветлись в рыжий-рыжий. Наверное, уж нежно-розового-то мне явно не получится. И, может быть, просто все закрасить в черный. Корни, конечно же, какие-то, типа, светлее. Ну, тут уже мои волосы немытые. Ну, ладно уж. Ну, красный может получиться такой. Было бы неплохо тоже. Даже уж очень мне не хочется сейчас. Продолжаем. Я намешала себе черную краску. Тут пропорции 1 к 1,5. А не 1 к 2. Пахнет, кстати, даже приятно для краски. Сейчас надену перчатки и будем носить. Я разделила волосы на 4 зоны. Ну, как бы тут не видно. Но оно и есть. И буду красить. Сначала спереди покрашу, потом аж сзади, с зеркала. Простите меня, стилисты по волосам, которые делают это правильно. Мне вас жалко, если вы это смотрите. Я нанесла черную краску. Мне кажется, она уже вся взялась. Ее можно смывать. Она плохо смывается с кожи, с предметов. Ну, все. Я иду смывать, наконец-то. Я думаю, что будет полный трэш. И что-нибудь понравится. И этого видео вообще не будет. Все. Пока. Наконец-то все готово. И 3, 2, 1. Та-дам! Вот так у меня получилось. Фуксия, в принципе, такая немножко красноватая, потому что на рыжий получился волос. Но мне кажется симпатичным. Как вам вообще образ, который я сегодня создала? Может, нужно записать видео с Дзирой Кей прическами? Я не мастер по прическам, но палочку сделать могу. И все бы хорошо, но у меня все еще немножко не отмылась шея. Поэтому не обращайте на это внимание. Я уже обратила, так как лучшая защита это нападение. Если честно, мне понравилось красить волосы в яркие цвета. Я давненько уже не была с неестественным цветом волос. Самый последний неестественный цвет это был серый. Да, у меня был блонд, потом я сделала его серым. И серым все было прекрасно, кроме того, что он вымывается просто за секунды. И мне надоело. Поэтому я вернулась в черный, потом потихоньку ушла в красновато-коричневый. И сейчас снова я наполовину черные, и теперь наполовину сные волосы. Возможно, в будущем они станут фиолетовыми. Пока... Такой спойлер к будущим танцам. Попробуйте догадаться, к чему мне там фиолетовый. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok